Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем огромное спасибо за то, что вы находите время, возможности, ну, наверное, самое главное, силы анализировать под разными углами, вот под разным соусом все, что происходит в Украине. Григорий Тамар, мой собеседник сегодня, израильский военный эксперт. Григорий, здравствуйте. Здравствуйте, рад вас видеть, вас. Да, взаимно, Григорий. Ну, понятно, что очень неспокойное время, и неспокойное оно и в Украине в контексте военном, но и в контексте природных стихий неспокойно в вашем регионе. Знаю, что были толчки, не такие сильные, как в Турции в предыдущие дни, но тем не менее. Поэтому, ну, вот, видимо, какой-то такой период, когда природа, ну, дает какой-то ответ на нас, неразумных человеков, да, которые занимаются войной, но тем не менее о войне будем говорить. Начать наш разговор я хотел бы сегодня с вот такого увлекательного повествования, пересказа, разговора Чарльза Третьего или там Карла Третьего, короля Британии, с Зеленским, где сегодня, в день нашей с вами встречи, ну, и, соответственно, побывал президент Зеленский. В общем, волновался король о жизни Зеленского. Какая-то вот интересная мода, да? Израильский бывший премьер очень переживал, как живется Зеленскому. Теперь король. Что скажете? Знаете, я вспомнил в этой связи песню такого Барда Червакова. И хоть войны, похоже, не предвидится, но так писать нельзя. Король обидится. Что-то такое там было. Да, в последнее время все просто, как еврейская мама, волнуются за здоровье и жизнь президента Зеленского. Видимо, такой тренд новый в геополитике. Надо было, мне кажется, волноваться 11 месяцев назад. Сейчас-то уже поздновато вроде. Беннет же спас Зеленского. По крайней мере, так он хочет предстать. Вообще, на самом деле, я хочу сказать, что, если серьезно, вот Беннет при всех его минусах, плюсах, ну, любой человек несовершенен. Я, кстати, к нему в целом отношусь достаточно положительно, ну, как политику, который занимал пост премьер-министра какое-то время. Но, понимаете, он вот в своей системе координат, он вот такой хороший еврейский парень, да, там, бывший офицер спецназа, там, прошел войну, занимался серьезно бизнесом, стал миллионером. Там, вы хороший парень, ну, вот. И так забавно, когда вот такие хорошие парни пытаются вести диалог с людьми наподобие Владимира Владимировича. На самом деле, ну, абсолютно разная система координат, то есть там диалог серьезный невозможен. Если уже говорить на эту тему, то, мне кажется, единственный политик, который может всерьез разговаривать с Путиным, понимая, с кем он имеет дело, имея достаточно опыта, хитрости и цинизма для потомного диалога, это вот наш нынешний пример, Бенямин Натаньяо, сторонником которого я не являюсь, однако, безусловно, отдаю должное опыту и уму этого человека. Это я с тоже, что-то пошло. Но, знаете, мы начали с вами, мы посмеялись, как бы, и это прекрасно, когда есть тема для шутки, но я хотел бы, чтобы немножко вернулись в серьезное русло, вы упомянули по поводу землетрясения. Я хотел бы, пользуясь случаем, лично от себя выразить искренние глубокие соболезнования турецкому народу и сирийскому народу и всем пострадавшим в этой стихии. Стихия, она же не разбирает, где там турок, где сириец, где украинец, где еврей. Стихия, она же слепая. И, ну, я желаю всем пострадавшим как можно скорее найти теплый кровь, медицинскую помощь и тарелку супа в такую погоду, чтобы как можно меньше было жертв. Кстати сказать, были времена, когда между Израилем и Турцией были прекрасные отношения, действительно подлинно добрососедские, и Турция, к несчастью, не впервые переживает подобные патизмы. Израиль в прошлом оказывал очень серьезную помощь Турции в рамках подобных событий. И сейчас тоже израильская делегация поехала туда спасатели, медики, ну, то есть все, кто нужен в таких, при таком развитии событий. Да, ну, это, скажем так, преамбула нашей сегодняшней беседы. Конечно же, мы хотим, наверное, я вот со своими зрителями хотим ваше мнение о сложившейся ситуации на фронте. Макфол, экс-посол США в России и вот один из, ну, скажем так, таранов, да, вот санкционного движения, комиссия Ермак Макфол, всем известная, которая занимается, ну, так, как вычищает, да, возможно, там, обходные пути для российских санкций сейчас, сделал резонанснейшее заявление, он сказал, что американская помощь, американская помощь Украине приводит к патовой ситуации на передовой. И, ну, не помогает решительно, собственно, как бы отбросить врага назад, победить Украине. И если подобная ситуация, патовая, затянется на еще, там, несколько месяцев, то вполне вероятно, что и помощь эта будет скудной, и, в общем, последствия, ну, не очень приятные. Это все на фоне, там, материалов New York Times, где фактически прямым текстом начинается с этого, там, материал в колонке, да, авторской, что Украина проигрывает войну. Хотел ваше мнение узнать об этом, ну, таком новом тренде на Западе, тренде, который у нас в русскоязычной среде называют, там, все пропальщиками, да, или, там, все пропало. Откуда он? Знаете, я не устаю повторять, что нынешняя война, это первая война в европейской истории, которая проходит в прямом эфире. И нам, на самом деле, сегодня даже непонятно, насколько соцсети, открытые масс-медиа влияют на развитие событий реаль, на линию фронта, на уровень потерь. Потому что, в конечном итоге, ведь и фронт, и армия, и тыл все же состоит из людей. А люди – это же не роботы. И человеческим сознанием можно манипулировать, и можно на него влиять. Это еще в свое время поняли Гитлер, Муссолинис и Сталин сто лет назад, или около того. Так что я хочу призвать, пользуясь случаем, всех граждан Украины сохранять хладнокровие, выдержку и спокойствие. Это не пустой призыв. Сохранение спокойствия – это главный залог победы в этой борьбе, очень тяжелой, в этой войне. Война, которую ведет украинское общество – это экзистенциональная война. Если Украина проиграет эту войну, Украины больше не будут. Поэтому права на проигрыш у Украины нет. Так же, как не было у Израиля, войну за независимость, в 67-м году в шестидневную войну, в 73-м году, когда была война судного дня и так далее. Так же и у вас сегодня нет права на то, чтобы проиграть. Поэтому у вас нет другого выхода. Вы должны победить теми средствами, которые у вас есть в наличии. Вам Господь послал мужественного президента, который при всех его недостатках, которые у любого человека и политика есть, тем не менее оказался в нужное время, на нужном месте. Это исторический факт. Вам послал Господь выдающегося стратега, генерала залужного, который фактически спас вашу армию и вашу страну в трупную вину. И я думаю, что нет никакой причины впадать в отчаяние. И я хочу обратиться сейчас, пользуясь этим случаем, и к мирным жителям, которые находятся в городах, которые зачастую сидят без света в такую холодную погоду, и к тем солдатам, которые на передовой сейчас. Я знаю, как им безумно тяжело, особенно в такой холодной... Вот каждый час, который проходит, каждая минута, которая проходит, она приближает вас к победе. К тому моменту, когда эти страдания закончатся, и наступит долгожданный мир и радость победы. Вот каждая минута, которая проходит, она вас приближает. Это должно прибавлять вам стойкости в вашей борьбе. И я знаю, что тяжело. Но надо держаться и надо бороться. Другого выхода нет. А что касается Запада... Во-первых, Запад, он очень не гомогенинен. Мы об этом уже много раз говорили с вами. И у каждой страны... Ведь что, по сути, показала эта война? Что при всех этих громких заявлениях российского военно-политического и политического руководства по поводу того, что агрессивный блок НАТО... Фактически блок НАТО, ну, в определенной степени, он оказался фикрицей. Ну, доизвестности. То есть намного важнее политическая воля и возможности действовать, и желание действовать в тех или иных стран. Иногда огромных и могущественных, а иногда маленьких, но гордых и принципиальных. Я когда говорю про огромные и могущественные такие страны, как США, Великобритания, да, а когда я говорю про страны, которые маленькие, ну, относительно маленькие, так это, например, Польша. Вот поведи Польша себя иначе. Не будьте Украиной такого надежного тыла, который фактически поляки создали Украине стратегическую глубину. Они удвоили, по сути, территорию Украины стратегического отношения. Поведи себя не иначе. Поведи они себя, как Генгрия. Я не знаю, как развивались мы с вами. Поэтому Запад, он тоже не однороден. У него длинник у всех там свои какие-то интересы, национальные и личные. Но помощь будет идти. И вы знаете, есть еще один момент такой. Вот, ах, они там дали три с половиной танка. Ах, они не дали три с половиной танка. Ах, вот такая-то газета написали, что эти танки придут только через 25 лет. А почему мы исходим из предпосылки, что то, что в СМИ публикуется, это вообще имеет хоть какое-то отношение к реальности? Учитывая уровень влияния СМИ на реальность, который нас окружает. Может быть, это дезинформация, ведь работают спецслужбы, работает разбитка, есть спрос информационный. И я очень хорошо помню, как декларировалось с Соединенными Штатами. Нет, хаймерсы не будут предоставлены, ни при каких условиях хаймерсы. А потом мы узнаем, что они уже наносят огневое поражение. Понимаете, американцы, ну вот я это как израильтянин говорю, то есть мы, мы страна, сетилицы израильтянин, это любой здравомыслящий израильтянин, там при всей нашей израильской городности, понимает, и если он не понимает, либо он дебил, либо он подор. Израиль это... Григорий, судя по всему, мы тоже уже остановимся. А ничего страшного в этом нет. Вот мы, я говорю, израильцы, израильтянин, ну и что? У нас есть развитая экономика, сильная армия, передовая медицина, развитая наука, там, культура, театр, хай-тек. Мы полноценное общество, общество гуманное, общество, где, в общем, достаточно такой пристойный уровень жизни, да, ну вот там и обслуживаем в определенных вопросах геополитических интересов Соединенных Штатов за то, что они нас поддерживают. А без этой поддержки, прежде всего, поддержки политической, израиль бы не выжил. Но, кстати, между прочим, люди, которые плохо знают история, это не всегда так было. У нас роман с Соединенными Штатами, он с начала 70-х годов. Это не так давно все было. То есть мы и в одиночку здесь боролись. И в свое время французы были нашими геополитическими спонсорами по-разному. Полгода первое существование государства Израиль таким геополитическим спонсором был лучший друг физкультурников Иосиф Савельевич Сталин. Не потому, что он любил Израиль и евреев, а так просто ему было выгодно. Амин. Вот. Из-за этого очень любят российские европатриоты упорвать на себя тельняшку, попричать, что Сталин создал Израиль. Это ложь, подчеркиваю. Сталин не создавал Израиль. Израиль создали эти люди, которые положили свою жизнь, осушая малярийные болота и воюя с отрабскими боевиками. Вот они создали Израиль. Так вот, если вы станете в итоге сателлитом Соединенных Штатов, я не вижу в этом никакой проблемы. Не вижу в этом никакой проблемы. Это могут вам в Москве рассказывать, что это проблема. Я вам скажу, что такое проблема. Проблема это бедность, проблема это плохие дороги, проблема это коррупция, проблема это способность, невозможность защитить свои национальные интересы и свои суверенные границы. Вот это проблема. А быть сателлитом могущественного государства, с которым имеются партнерские отношения и более сильный является старшим партнером, а более слабый является младшим партнером, но это партнерские отношения, а не отношения рабов и господ, митрополии и колонии. Не об этом разговор, мы не колония сателлитных штатов, мы государство, которое идет в геополитическом фарватере могущественной державы Соединенных Штатов Америки. Я не идеализирую эту страну, у нее масса недостатков. Это наши союзники, у нас других нет. И если вам Господь послал таких союзников, поверьте, это не самое худшее развитие событий. Господь ли послал, Григорий? Ну, я еврей, я человек верующий, а кто еще может послать. Так вот, по поводу Америки. Американцы, они очень хорошо умеют читать деньги. Наверное, лучше всех на свете. Ну, швейцарцы, может, могут с ними в отношении поспорить. Как если они вложили в вас столько денег, они что, вложили для того, чтобы на ветер выпасть? Я не говорю о том, что американцы не делают ошибки. Бывает, что американцы ошибаются. Например, в свое время они поставили во Вьетнаме не на ту карту, их карта была бита. Но они с тех пор очень много вынесли урок. Бывает, что они ошибаются. Ну, в Амганистане тоже, получается, ошиблись. Да, а вот на Израиль сделали ставку, вы видите, как бы не прогадали. А чем вы хуже Израиль? Что ваши воины менее самоотвержены на фронтах, чем наши? Ваши воины мужественно сражаются, защищают. Что у вас нету талантливых инженеров и ученых? У вас есть талантливые инженеры и ученые. Что у вас нетрудолюбивый народ? Нет. Все знают, что ваш народ трудолюбивый и обрабатывает землю вашу прекрасную. Наоборот, у вас намного больше, чем нас. У вас намного больше ресурсов, чем у нас. У вас прекрасная земля. Вам достался страшный брат. Это правда. Но вам, вот нам в свое время никто не помогал. Почти. А вам помогает сейчас весь цивилизованный мир. Так что вам все карты в руки, а вы проиграть не можете. Я, конечно, с большим уважением, но это место как бы может быть таким утверждением. Ну, а вы можете назвать страну сателлита или исполняющую волю Соединенных Штатов Америки, кроме Израиля, страны, где вы живете, вашей родной страны, которая живет хорошо, богато, припеваючи из-за этого статуса? Саудовская Аравия и Ордания. Хорошо. Могу еще приводить. Смотрите, ну, просто, что мы уходим не туда, поэтому, друзья, вы напишите в своих комментариях, это очень резонансный посыл. Ну, мол, сателлиты США ничего страшного. Ну, наоборот, можно извлекать плюсы. Напишите, пожалуйста, как вы к этому относитесь, потому что, ну, я даже не хочу здесь, как бы, вступать в дискуссию, там, сравнивать потери, да, сравнивать, скажем так, цену, ну, это уже, как бы, тема отдельного философского разговора. Я... По поводу потерь, если вы позволите, ремарку, вот, когда была война за независимость у нас, в 1948 году, у нас потери составили 1% населения, убитыми. То есть, каждый сотый человек погиб на входе. Это по поводу уровня потерь. Так что, все познается в сравнении. Я знаю, что вы несете страшные потери сейчас. Я нисколько не сомневаюсь бы. Это объективная, жуткая реальность, которую навязал вам господин Путин. Однако, вам есть за что бороться. Есть за что. Вы боретесь за свою свободу, честь, достоинство и жизнь. Это серьезный аргумент. Ну да, это нужно периодически напоминать, потому что мы боремся и напоминать зрителям, как там, из Украины, так и из других государств, что мы не за США боремся. Вот это вот самый главный момент, наверное, в этой дискуссии. Я обратного и не утверждал ни в коем случае. Это вам будет Соловьев рассказывать, Соловьев вам помьете, что вы за США боретесь. Нет, вы не за США. Просто так сложились обстоятельства, что в определенных вопросах, в определенных и во всех, у вас с Соединенными Штатами на данном историческом отрезке совпали интересы. Так, слава Богу, что они просто совпали. Если бы они у вас не совпали, сейчас бы партизанское движение было в Украине. А из-за того, что они совпали, у вас сейчас современное оружие, которое вы крошите оккупанты. Как вы относитесь к творчеству и создателям группы Pink Floyd? Сегодня, ну, я так понимаю, что российская сторона привлекла одного из создателей этой группы на слушание в совбезе ООН по вопросам Украины, и он выступил, сказал, что эта, ну, вот, эта война не является не спровоцированной. И он осуждает, конечно же, и тех, кто, ну, спровоцировал эту войну. Так сказал Роджерс, Роджер Уотерс на вот этом своем, ну, он, понятно, призвал всех, там, ЕС, Байдена, Зеленского, Путина, НАТО, всех призвал прекратить огонь, и, ну, конечно, отметил, что, ну, это не просто там какой-то, скажем так, замир, замир, ну, такой человек, он понимает, что это будет прекращение огня, а дальше будет отправная точка, ну, к разрешению конфликта, чтобы война прекратилась, и начался конфликт, который можно решить. как вам такая позиция? Ну, давайте по порядку. Группу Двенплойд я обожаю, одна из моих любимых шокрок-групп, в каком-то смысле, много лет назад моя жизнь поделилась на до и после, до того, как я посмотрел фильм «Стена» и после того, как я посмотрел фильм «Стена». Однако при этом музыканты этой группы являются людьми политические взгляды, которые я не разделяю, и музыканты многократно подчеркивали свою агрессивно-антиизраильскую позицию. Это ни для кого не секрет. И, ну, давайте разделять творчество от личности, да. Я вот, например, очень люблю фильм «Свой среди чужих», «Чужой среди своих» я считаю это гениальный фильм. Но при этом я же не говорю, что Михалков хороший человек. Ну, есть просто разные категории. Для меня вот так. То есть я могу посмотреть этот фильм с удовольствием в сотый раз, но я не буду слушать интервью с Михалковым, да. Или буду его слушать, потому что мне там для работы это необходимо как журналист. Ну, как-то так, да. Ну, смотрите, Россия пытается мобилизовать, любую международную поддержку, которая только возможна. И где-то они пытаются манипулировать сознанием тех или иных людей, где-то они пытаются другими способами, так сказать, воздействовать, да. По-разному бывает. Где-то надавить, где-то запугать, где-то подкупить. Ну, это же гэпэшные старые приемчики, да. Так вот, ну, хорошо, они смогли там этих людей как-то сказать, вот, группу Pink Floyd поставить себе на службу. Ну, я не думаю, что это в долгосрочной перспективе окажет хоть какое-то серьезное влияние на развитие событий. То, что будет оказывать влияние на развитие событий, это поставят ли вам средства огневого поражения 300-километровой дальности или не поставят. Будут у вас современные системы ПВО для того, чтобы прикрыть вашу наступательную группировку или не будет там. Будет у нас экстремальная осенняя, весенняя, прошу прощения, распутиться или будет там более твердый грунт. Вот такие вещи, они важнее. А самолеты нам нужны сейчас? Самолеты всегда нужны. Сегодня Бленкин вышел и в ответ на вопрос почему самолеты будут, поставлять не будут. Этот вопрос задавали Байдену. Байден сказал категорическое нет. Ну а сегодня Бленкин сказал, что номенклатура меняется, и Соединенные Штаты Америки хотят, чтобы Украина отвоевывала территории. То есть это уже не просто позиция обороны, это позиция отвоевать. это впервые ну скажем так прозвучало на вот таком уровне, ну по крайней мере от Блинкина. Смотрите, Блинкин человек серьезный на самом деле. Он вот, понимаете, вот у нас тоже были такие события, вот у нас сначала прилетел один американский чиновник от обороны, от безопасности поставленной, а на следующий день неизвестное государство нанесло огневое поражение по иранским заводам, которые производили ракеты, в том числе, которые и для вас предназначались, да, а на следующий день после этого огневое упражнение Блинкин прилетел. Ну вот такие у нас бывают иногда, знаете, совпадения неожиданные, и мы гадаем, а что там за государство, я, я всегда говорю, что это Люксембург, очень похоже на их почерк, почерк. Такая дерзость, стремительный натиск, точечное поражение, хороший результат, вижу почерк Люксембург. А где ответ Ирана в таком случае? Они грозно заявили, что ответят в любое время и в любом месте, но пока тишина. Видимо, землетрясение откурсия, подозревает. Вот, ну, смотрите, теперь, значит, по поводу Блинкина и по поводу самолета. Мое личное мнение вам высказываю. Я считаю, что для того, чтобы произвести решительное, успешное контрнаступление, которое может положить военную, положить конец военной фазе этого конфликта, вам нужны три вещи. Вам нужны бронетанковые войска, в самом широком смысле этого слова, от БТРов и БМП до тяжелых танков, да, то есть танков четвертого поколения. Вам нужны системы огневого поражения, которые бы в идеале, ну, в данной ситуации, 300 километров это та дистанция, которая вот вам очень бы помогла. А почему 300? Ну, вот, потому что, во-первых, потому что это то, что есть, как бы, сегодня у ваших западных партнеров, атакам сетки статировали. А во-вторых, это позволило бы взять под огневой контроль весь крымский флот. Вот. И третье, и очень важное, это эффективные системы ПВО, которые могли бы прикрыть эту наступающую группировку от угрозы схода. Что же касается самолета, мое личное мнение, нужно настаивать на том, чтобы вам передали все, что только возможно из оставшейся на территории Европы советской авиационной Кистии. Вот на данном этапе то, что может поступить к вам и завтра куда может засесть, сесть в кабину пилот и пилотировать этот самолет. Дело в том, что западные летательные аппараты боевые очень сильно отличаются концептуально от советских. Не только в эксплуатации, не только в боевом применении, но и во всем, что касается обслуживания этих очень сложных, очень капризных, очень тонких механизмов. Я сомневаюсь, что во время войны можно эффективно наладить эти системы структур. А вот когда война закончится и вы будете перестраивать армию, а у вас будет лучшая армия в Европе, сухопутная по краям. У вас будет лучшая армия в Европе после того, как вы победите в этой войне. Вот тогда вы в ВВС выстроите по американскому или по израильскому или по британскому стандарту. По стандарту передовых в этом отношении стран. А вот сейчас, мне кажется, и для меня, честно говоря, я не могу для себя ответить на этот вопрос, почему вам не передаются боевые единицы авиационные советского образца. Дозреваю, что там какие-то юридические есть обстоятельства, но это мое допущение, я не знаю. Григорий, странные новости приходят из Луганской области. Губернатор Луганской области, ну или там глава военно-гражданской администрации областной Гайдай заявил, что очень напряженная ситуация, идут вперед, пытаются атаковать российские войска, идут массированно вперед на некоторых участках, оборудно держатся, бои продолжаются. Но тут в течение дня, вот если в чем, наверное, прелесть анализа двух сторон и двух разных заявлений, это вот глава Луганской области украинской, Луганской области, другой быть не может, но тем не менее. А вот пасечник, глава так называемой ЛНР, ну или как там в Рио, ну неважно, он говорит, что тоже тяжелая ситуация и вполне вероятно, что ВСУ собрав такое мощное, ну там мощные силы, могут рвануть в контрнаступление в Луганской области. То есть институт изучения войны, разные военные эксперты, все вот эти аналитики после заявления официального пасечника, ну можно их как бы перемножить на ноль. Все ждут собственно наступления вот этого большого и массированного, о котором все говорят, и оно начнется там раньше через 10 дней, сейчас уже меньше, ну вот в районе 15 февраля, а пасечник заявляет совершенно другое. Или кто-то врет, или какой-то туман напускает, или все не совсем однозначно. По вашей практике, может ли так случиться, что вот в ожидании какого-то большого наступления, о котором говорят сейчас все, ВСУ возьмут и пойдут в атаку, и в успешную атаку? Знаете, в пору своей туманной юности я занимался боксом. И вот вы знаете, вот ситуация, когда в середине третьего раунда уже оба боксера максимально вымочилины, едва стоят на ногах, там кровь течет в обоях, вот они друг на друге повисли, и каждый думает, что, надеется, что другому хуже, чем ему. Это такой пример, А теперь, если серьезно, вот эксперты военные сейчас условно делятся на две группы, одни говорят, что в России нет сил на наступление, а другие говорят, что они начнут через несколько лет. А я посмотрел на то, что происходит в последнее время, и я говорю, третий сценарий, это наступление уже идет, это наступление уже идет, началось, оно примерно месяца полтора назад. Просто оно выглядит не так, как мы привыкли по фильмам нашего раннего детства, когда мы смотрели советские фильмы про операцию Багратион, 10 сталинских ударов, Катюши, полетели штурмовики, танки рванули вперед, пехота с криком ураза Сталина, значит, рвануло бравым маршем и так далее. На такие действия, во-первых, у России нет сил, во-вторых, они, даже когда у них были эти силы в феврале, они не умеют так действовать, это только в кино, вот, потому что то, что я российским патриотам объяснял по поводу того, что можем повторить, умение воевать, оно не передается по наследству, это не плоскостокие, умение воевать, которое деды наши и мой отец, который воевал во время Великой Отечественной войны, сейчас живет в Герусалиме, клубок и старин, оно досталось ценой невероятной крови миллионы погибших и куча ошибок, вот они и научились воевать 70-80 лет назад, да, а для того, чтобы действовать вот этими стремительными бросками, мало посмотреть десяток советских липов, нужно еще уметь воевать, они не умеют воевать. За год не научились? Вот сейчас мы дойдем до этого, подождите. Поэтому они делают то, что они в состоянии, то, чему они научились, и используют они на самом деле, то есть они начали с попытки использовать методы ведения войны периода Второй мировой войны, у них не получилось, после этого было выравнивали линии фронта под Киевом, жест доброй воли под Харьковом, и как это улучшение оборонительных позиций под Херсоном, да, и еще жесть доброй воли был на острове Змеи, со стороны российской армии, тоже запомнился. Так вот, после всех этих замечательных действий, которые предприняло российское командование, российская армия, они сейчас как значили наступление, о котором я упомянул, они стали использовать тактику Первой мировой, мировой, вторая не получилось, не вернулись к первой. Ну, может быть, такой эволюции мы дойдем до монгольской лавы кавалерийской, не знаю, время покажет, но что такое тактика Первой мировой войны, о чем я имею в виду? Значит, в свое время немцы разработали тактику штурмовых пехотных групп, они такими группами проламывали французскую оборону, и тактика определенные успехи у нее были и фактически ее смысл заключается в следующем, в данном контексте обстоятельств насыщенная тяжелым стрелковым вооружением, небольшое пехотное подразделение, условно говоря, силами взвода приблизительно, и вот таких, допустим, взводов есть 10 на определенной линии фронта они наносят ведут наступательные действия, ну вот каждые два часа начинается бесконечные наступательные действия на конкретном участке, при этом эти 10 взводов российское командование согласно им пожертвовать, то есть они все погибнут, останутся в живых только те, кто будут ранен, но им это не важно, то есть там потери вообще ни аргумент, ни довод, то есть мне как офицеру израильской армии это дикость, у нас каждый погибший солдат, это национальная трагедия, идет разбор полетов виновные несут ответственность, а там по тысяче человек в день кладут в землю и все нормально, никто не несет, но чем это заканчивается, вот те ваши подразделения, которые на каком-то участке фронта несут ответственность за оборону, там очень все зависит от офицера конкретно, потому что что происходит, военнослужащие, которые в обороне и на него постоянно лезут в атаку, он не может ни привести в порядок личное оружие, ни принять пищу, ни поспать, ни обсушиться, переодеться, ни обогреться и так далее, то есть идет очень сильное изнашивание человеческого материала, и в конечном итоге такая оборона крошится, единственное, что можно предпринять в ответ, это если офицер налаживает внутреннюю ротацию, допустим, у него есть взвод, который сидит в обороне, у него одно отделение все время отдыхает, и вот так он существует эту ротацию, не всегда есть такая возможность, у офицера есть такие понимания, навыки, знания, умения, возможности и так далее, есть очень много, но это война, это жуткая вещь, может быть, после стихийного бедствия самое жуткое, которое вообще может происходить, так, поэтому и имеют российские войска определенные тактические успехи на определенных отрезках фронта, там, где офицеры ваши не были достаточно квалифицированы, россиянам удавалось добиться определенных ограниченных успехов, но это не значит, что Лёлик все пропало, это значит, что идет война, сегодня они захватили там какой-то населенный пункт небольшой, завтра вы его отобьете, и по большому счету это ужасно в первую очередь лишь для тех людей, которые в этом населенном пункте оставят, а влияние на войну, на исход войны, это вообще никакого влияния, то, что имеет влияние на развитие событий, это количество ресурсов, это умение управления войсками, умение концентрировать войска на отрезке фронта в определенные места и время, это умение наладить снабжение войск, это умение наладить координацию и связь между частями подразделениями и городами войск, вот что такое военный способ, вот что определяет войну, а не готовность посылать тысячи людей на убой ради занятой высотки, какой-то смысл, который стремится к нулю в военно-тактическом, военно-оперативном смысле. Я бы хотел задать вопрос о маркерах, да, которые вы для себя отмечаете, как изменилась вот война за год. Это вот то, о чем вы сказали только, что это, наверное, существенная перемена, это вот еще один из таких маркеров, но у меня возникает вопрос другой, мы с 24 февраля слышали от Российской Федерации, что они не, ну, как бы российская армия, не бьет пожилым домам, это, конечно, за этот год, ну, все понимают цену этим словам, но вроде как, ну, целью не являются жилые объекты. Вместе с этим мы видим, как вот Марьенко, это уже не Марьенко, это место, где когда-то была Марьенко, ну, стерты с лица земли, целые населенные пункты, их нет, там нет ничего, есть груда, руины, ну, и там продолжаются боевые действия. это вот определенный диссонанс вызывает, но вместе с этим вот этих ковровых бомбардировок, там, с авиацией, каких-то больших этих бомб, ну, большие бомбы, фабы, да, мы наблюдали, там, разве что, ну, вот, в Мариуполе, ну, еще там, в двух-трех местах, но нет массового применения. Что это за война такая? И почему российское командование вот предпочло, скажем так, живую силу расходовать? Ведь железа, там, ну, до черта, их очень много, а используют вот такую тактику. Вот этот вопрос с точки зрения военной науки, вот он, наверное, ну, на него нужно ответить, потому что он, собственно, порождает непонимание с одной стороны у людей, которые, там, ну, клянут и говорят, что армия Путина завтра, ну, скажем так, рассыпется, убежит и, скажем так, и все ее не будет, а с другой стороны видят, что, ну, вот, они вот не так воюют, как, вот, на той же Первой и Второй мировой войне. Ну, использование авиабомб сократилось не из-за того, что у них нет авиабомб или они не хотят применять, а из-за того, что у вас появились за это время эффективные системы ПВО, которые, в принципе, не позволяют их самолетам эффективно использовать авиабомбы, вы их просто собьете. Поэтому они дистанционно используют ракеты, которые намного дороже, чем авиабомбы, и которые они начинают экономить уже сейчас, потому что их запас не бесконечен. они производят какое-то количество ракет, но это не может насыть, необходимость. Поэтому, смотрите, ну что, вот, то, что произошло не при этом недавно, ракета, которая предназначена для уничтожения авианосцев, попала в жилой дом. понимаете, это же по большому счету не важно, ну, правда, не важно, это результат намеренного наведения ракеты в этот жилой дом или результат того, что стреляли по городу и она попала в этот жилой дом. Ну, ты стреляешь по городу, ты не понимаешь, там люди живут. Да. ты дебил как бы или ты ракетчик. Если ты ракетчик, ты должен понимать, что ты делаешь, совершаешь военное преступление. Если ты дебил, ну, тогда тебе надо лечиться в психиатрической клинике, а не погоны офицера ракетных войск. Так вот, что касается применения авиации, это вот такой вот эксперт. Понимаете, я вот вам скажу такую вещь. Для очень многих эта война явилась большим таким отрезвлением. Я ведь тоже, понимаете, вот до этой войны там, ну, вот слушал там доводы своих российских коллег, вот мы там встречались, они что-то объясняли, я вот тоже думал, что вот не все так однозначно, вот в России там интересы и все, и все. Пропаганда это серьезная вещь, понимаете? А потом происходит что-то и ты понимаешь, что все, что было сказано, там нет ни одного слова правды, ни одного. И я сейчас, оглядываясь назад, на прожитые годы испытываю чувство жгучего стыда за то, что в свое время я верил, например, новостям по первому российскому каналу по поводу войны в Чечне. я понимаю сейчас, что и там не было ни одного слова правды, просто ни одного слова правды. И я слушал, вот какое-то время назад переслушивал интервью с Жохаром Дудаевым, у меня последние волосы, которые остались на голове, стали дыбами, я сокрушался просто, ну как? Работали пропагандистские машины, работали, понимаете, ну если нам вдолбили в голову, что в Чечне все там маджахеды и террористы, ну значит у вас там все украфашисты, да, ну то есть это же понятно. Так вот я живу в свободном обществе, у нас демократическая система правления, свобода слова и свободная пресса и возможность получать информацию из разных источников, анализировать ее и вырабатывать свою позицию по конкретным вопросам. А в России живут люди, у которых нет такой возможности, они являются заложниками российской пропаганды и их сознание, сознание инфицировано этой пропагандой. Они не являются носителями критической системы координат по умолчанию, да, и они не могут анализировать, у них нет таких механизмов. Соответственно, им вдолбили в голову, что это война за их национальные интересы, что эта война для них оборонительная и они вот в этой парадигме пытаются дальше функционировать. Теперь вопрос, что вам делать? А я объясню, что делать. Тут есть только один выход, только одно решение. Вот российского, ну, вообще, среди российских ура-патриотов есть очень много людей, которые абсолютно не знают истории. Ну, вот, в принципе. Есть такой вот, вот мы сегодня уже разбирали с вами тезис, что Сталин создал Израиль, так и еще есть такой тезис, я его очень люблю, русские никогда не проигрывают. Это ложь. Русские, как любые люди, которые воюют, бывают выигрывают, а бывают проигрывают. Ну, за долгую историю цивилизации. Так вот, я могу привести три примера известных, когда русская армия проигрывала войну. Мы об этом уже там говорили много раз, я еще раз повторю. Это крымская кампания середины XIX века, это русско-японская война начала XX века, и это Первая мировая война. Кстати, во всех трех случаях... Не было ядерного оружия. Секундочку, дойдем до этого. Во всех трех случаях это привело к изменению системы управления государством России. Во всех трех случаях. Так вот, во всех трех случаях Россия проиграла войну в тот момент, когда российская армия была доведена до состояния небоеспособности. То есть, невозможности выполнять приказ, поставленную воевую задачу. Если приводить аналогии из бокса, о котором мы говорили с самого начала, возьмите боксера и сломайте ему руки. И он не сможет боксировать. Быть нечем. Японцы потопили флот. Война закончилась. Российская армия дошла до состояния полного разложения после множества потерь. После того, когда офицерский корпус возненавидел ту власть, которая посылала его на убой. Вот произошла февральская революция. Смена общественного режима и война закончилась, потому что армия была не в состоянии угроза. И так далее. Вот вам нужно довести российскую армию до того состояния, когда она будет не в состоянии продолжать боевые действия. Выполнение поставленной задачи. Вот это вообще реальное. Ничего здесь нет. И вас не должно пугать здесь количеством мобилизованных россиян. Потому что еще великий русский полководец Суворов говорил, что воевать надо нечисло молмений. Если бы мы оглядывали из Израиля на число наших врагов, я думаю, что вы бы закрыли этот проект еще в 1948 году. Наших врагов было всегда в десятки, в сотни раз больше, чем нас. И мы побеждали. Я не вижу никакой проблемы, чтобы вы победили ваших врагов. Наученные западными союзниками, вооруженные западными союзниками и проявляющие чудеса военной смекалки, героизма и руководимые одними из самых авторитетных военных специалистов в мире сегодня генералом заложников. А по поводу ядерного оружия, а по поводу ядерного оружия ямскую вещь. Ядерные державы тоже проигрывают воины. Американцы проиграли во Вьетнаме. Советский Союз проиграл в Афганистане. Кстати, после этого началось крушение советского режима. Тоже хороший пример исторический. Так что ядерное оружие это не панацея. Это абсолютно не панацея. я говорил уже об этом. Я очень сомневаюсь, что российское руководство пойдет на этот шаг, потому что этот шаг будет окончать, означать их самоупределение. Есть такой Белоцерковец, он работает в команде Кличко, мэра Киева. И вот этим вопросом я бы хотел завершить нашу сегодняшнюю встречу. Друзья, напишите, что вы думаете о вышеуслышанном, о финальной нашей теме. Григорий, так вот, этот Белоцерковец заявил, что сегодня в Киеве снесли памятники палачам украинского народа. Ватутин, Чкалов, Пушкин. Знаете, я, например, заметил другое. Вот именно день в день все обсуждают, да, вот, новые самолеты для Украины, а в Киеве демонтируют памятник Чкалову. Ну, в Атутина отдельная тема. Я вам свое мнение скажу по этому вопросу. Мое мнение крайне отрицательное, крайне отрицательное. И ваше общество сейчас проходит очень тяжелый исторический экзамен. Этот экзамен не только на поле пупоя. Этот экзамен и в тылу. Этот экзамен являетесь ли вы полноценной самодостаточной цивилизацией или нет. Вот если вы с памятниками будете воевать, с языком будете воевать, это путь в никуда. Это мое личное мнение. Мы в Израиле не воюем с арабским языком. У нас в Израиле под Иерусалиме есть улицы, названные великими историческими религиозными деятелями арабской культуры. У нас нет с этим никаких проблем. Если был там великий полководец Салахаддин, почему его именем улицу не назвали? Если был Сулейман великолепный, турецкий султан, почему его... и так далее. Пушкин великий русский поэр. Россия, ну вы с ними сейчас воюете, хорошо. Русские разные бывают. Давайте не забывать о том, что десятки тысяч россиян вышли в первые дни войны на акции протеста против войны, и каждый из них заплатил личную цену за это, и до сегодняшнего дня продолжает это. Да, там общество, которое отравлено вот этой вот пропагандой в большинстве господи. Вы знаете, мы в Израиле не воевали с немецкими союзами. Когда был создан Израиль в 1948 году, еще печи в крематориях не успели остыть. И на сегодняшний день Германия один из самых наших последовательных союзов. Правда, немцы покаялись и сделали это искренне. Так вам надо стремиться не памятники сносить, а вам надо стремиться к тому, чтобы русские покаялись. Вот должна быть задача какая. Это намного сложнее, чем Степанин. Да, безусловно. Григорий Тамар был моим собеседником. Сегодня, Григорий, спасибо за ваше время и ваши мысли. Всего хорошего. До свидания. Победы вам. Да, друзья, я всех призываю подписаться на мой канал, перейти к описанию к этому видео. Там упомянут Григорий Тамар как пользователь Ютуб. Перейдите, посмотрите, следите за обновлениями, поставьте лайк этому видео также, ну и напишите, конечно же, комментарии, потому что кто-то говорит, мол, что тут писать, да, ну послушали и послушали. Нет, здесь настоящие площадки для того, чтобы дискутировать и, ну, вот каким-то образом делиться мнением. Так уж сложилось, что мало осталось таких мест, где люди с разными взглядами, трезвыми, мыслящими, своими, скажем так, позициями могут поделиться. Берегите друг друга, всем желаем добра и света, увидимся. Добро пожаловать.